Друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультифинанс. Ни для кого не секрет, что президент страны подписал изменения в закон об ОСАГО, которые теперь подразумевают, что возмещение клиентам, попавшим в аварию, будет происходить в натуральном виде. То есть не деньгами, а ремонтом на станции техобслуживания. И вот здесь возникает вопрос, а нам, страховым брокерам и страховым агентам, будет ли какая-то от этого выгода? Страховым компаниям, понятно, они попробуют с этим законом побороть мошенников, попробуют как-то немножечко снизить убытки, которые они получают от юристов. И еще один дополнительный фактор, они смогут снизить стоимость ремонта, потому что теперь клиентов у них будет гораздо-гораздо больше. То есть могут отжать у станции техобслуживания для себя гораздо лучших условий. Но возникает вопрос, опять же, а нам, агентам или страховым брокерам, какой-то плюс от этого будет? Я считаю, что да, конечно же, будет. Это несколько факторов, несколько преимуществ, которые мы получим. Первое из них, то, что комиссия, скорее всего, у нас появится в тех регионах, в которых сейчас ее нет или она там очень маленькая, невероятно маленькая. Это первый момент. Откуда она появится? Ну, все очень просто. Страховым компаниям в тем регионах, которые раньше было невыгодно продавать полисы ОСАГО, начнет, станет выгодно, там возникнет конкуренция, им все равно платить Яндексу, Первому каналу, там, я не знаю, газеты, газеты и ведомости, либо платить агентам за привлечение клиентов. Разницы нет. Да, они привлекают клиенты и все равно, заплатив комиссионное вознаграждение, им все равно выгодно. Поэтому конкуренция приведет к тому, что у нас появится комиссионное вознаграждение. Следующее, по тем автомобилям и по тем маркам и моделям или по тем водителям, которые сейчас там в Петербурге и в Москве являются для страховой компании нерентабельным, может получиться так, что они опять же станут рентабельным и нам, страховым агентам и брокерам, начнут за это платить комиссию. То есть, если нам сейчас по определенной категории клиентов комиссию не платят, то в будущем большая вероятность, что эту комиссию начнут нам платить. Ну и самый важный, самый интересный фактор, который на поверхности его не видно, но он есть. Это то, что появится большой спрос со стороны клиентов на нашу экспертность в области станции техобслуживания. Сейчас, понятно, мы вообще по ОСАГО не знаем, где правильно возмещаться, где правильно ремонтироваться, где получать возмещение ремонтом и так далее, и так далее. Мы сейчас не знаем, но через небольшое время мы, конечно, эту экспертность начнем накапливать, потому что клиенты нас будут спрашивать, мы будем уйснять в страховых компаниях, будет обратная связь от клиентов, там плохо отремонтируют, там хорошо отремонтируют и так далее, и так далее. Эта экспертность будет накапливаться, расти и расти, и многие клиенты, когда будут покупать полис ОСАГО, получат очень правильный и очень разумный ответ на свой вопрос. А почему мне нужно страховаться не напрямую в страховую компанию, а идти к агенту или брокеру? Очень просто, потому что когда вы попадете в аварию, именно страховой агент и страховой брокер вам подскажут, где лучше всего отремонтировать, где вам хорошие детали поставят, хорошие мастера будут делать работу, а не Жамшат и Равшут, которые вчера там увидел впервые в жизни этот автомобиль, второй раз в жизни увидел отвертку, там пытается или шпателем, там я не знаю, пытаются отремонтировать вашу машину. Страховая компания отправила именно туда, почему? Потому что пыталась сэкономить. Поэтому очень важно, очень важно, вот эта экспертность, она очень важна, и здесь стоит задача, а как правильно ее клиенту преподнести, во что ее завернуть красиво, как это все обернуть и как это клиенту продать, чтобы он пришел страховаться именно у нас, и причем делал это из года в год и получал от жизни и от процесса удовольствия. Если хотите это узнать, если вы не понимаете, не знаете, как правильно это сделать, либо хотите сделать это действительно профессионально, я приглашаю вас на мой бесплатный пятидневный онлайн тренинг, на котором мы все эти вопросы обсудим, в том числе, как правильно будет, как правильно продавать эту экспертность клиентов, что нужно будет откорректировать, какие бизнес-процессы откорректируют в вашем бизнесе, для того, чтобы встретить закон во всеоружии, для того, чтобы быть готовым, и ваши продажи от этого должны вырасти не просто там на несколько процентов, а можно сделать так, чтобы ваши продажи действительно вырастут в разы. Меня зовут Кирилл Рыбасов, если вы еще не подписаны на мой канал в YouTube, то подписывайтесь, не останавливайте себя. Опять же, комментарии, вопросы, замечания, дополнения, они всегда приветствуются, пишите прямо в Facebook. Но если вы хотите тусовку, а там у нас зачастую под моими, видимо, сейчас уже начинается тусовка, вопросы, а ух, как этот закон будет, как то, это 5-10, поэтому найдите этот ролик на Facebook. Если вы смотрите сейчас на YouTube, то посмотрите ссылочку, будет кросс-ссылка на Facebook. Но если смотрите на Facebook, то уже и так все в порядке. Найдите внизу комментарии, там задавайте свои вопросы, ну, предварительно почитайте, что уже ваши коллеги написали. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Удачи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok